Вот реально, прям, я не думаю, что я говорю. И стоять Димой, нет бы как бы сказать, что, Ир, я сам разберусь с ним, не лезь. Дима все эти дни молчал. Хотя он мог бы сказать, Паша, если у тебя есть какие-то вопросы, разговаривай со мной. Ты видишь, что она эмоционирует, ты видишь, что она не хочет с тобой разговаривать. Поговорись со мной, если у тебя есть какие-то вопросы к ней. Но он этого не делал. Вот только в последний день, когда я расплакалась уже, я сказала, что я больше не могу с ним разговаривать. Почему ты не можешь, не знаю, с меня даже наступить. Только после этого он что-то сказал. Но я была уже настолько... Так, привет, привет. Приведем. Домой надо, на проекте они не нужны. Они как дети, не для тебя, да. Кто твоя лучшая подруга на проекте? Лучшей подруги у меня нет, но я здесь очень хорошо общаюсь с Пинчей. С Викой новенькой общаюсь хорошо. Что? Да. Скажи, а Лунова вообще твоя лучшая подруга? Ага. В смысле, твоя лучшая подруга? Ну, это... Ну, короче. Поковали, что твоя друг друга так делала? Дура. Почему на шоу не брали? Вот я не сама не знаю, почему-то... Да, господи, что происходит? Почему-то остальные комнаты выезжали на шоу. А мы реально, мы были закрыты. То есть, представьте, весь дом поехал на шоу. А мы втроем или там вдвоем сидим в комнате. Просто моя нервная система рушилась конкретно. Потому что еще Дима с этим полотенцем ходит. Снимает это полотенце, там баклажан какой-то. Я просто иду вот реально... Это как говорят, да, здорово, прикольно, но необычно. Не понимаю твой посыл. Говорю, ну ладно, думаю. Иду в ванну, закрываю дверь и просто начинаю реветь. Потому что мне настолько неприятно это. Меня настолько это унижает. Мне настолько от этого мерзко. Что я не могу выйти даже с этой комнаты. Я нахожусь с этим мужчиной, который показывает какую-то баклажану, блин. Снимает полотенце, дефилирует. И говорит мне, какие тела... Он дефилировал, и я должна была говорить, какие у него привлекательные части тела. Что за бред? Да ненавижу я таких мужиков, честно. Которые себя прям вот так вот выставляют. Ну для меня это... Неправильно, не люблю я самовлюбленных. Я кричала, чтобы меня выпускали, ребят. Вы мне такие вопросы спрашиваете. Я просто на балкон выходила, когда лобное шло. Мы же общались, просто громкая связь была. И все, мы даже не видели, кто на лобном сидит. И когда нам уже говорят... Когда я просила выйти, мне отказывали в моей просьбе. Я выходила уже на балкон и кричала, выпустите меня отсюда. Я уже думала, из простыней, короче, Канада сделать, спуститься. Да, я одна. Не в отношениях. Это тот пугайстеровый тормоз оказался. Ну, типа того. Тебе где-то странно, что-то не было как-то материлась. Я в шоке, по-моему, не ждала тебе такого словесного. Самой стыдно, честно. Не то, что стыдно. Просто я вот так себя защищала на тот момент. Нужно было себя контролировать. Я понимаю, когда тебе и так тяжело в этой комнате находиться. На тебя все давит. Когда, представьте, вот вы зависите от других людей. Вот вы хотите воды. И вам нужно попросить кого-то. А у всех, всем тут на вас насрать. У каждого свои проблемы, у каждого своя жизнь, от своей отношения. И всем на вас насрать. И вы просите у них воды, и они просто, ну вот. Ну, им приходится иногда приносить вам воды. И настолько ты себя чувствуешь мерзко, а то же ты зависишь от других людей. Я терпеть это состояние не могу. Я кушать не могу. Я реально ничего не кушала. Вообще ничего. Спасибо. Блин, ты про него. Так. Вопросы про обувшенького. Пропускаем. Почему у тебя постоянно эфир висит плохой, интернет плохой? Почему ты так сильно упиваешься? Само не стремно падать в эфирах и вести себя так? Да блин, я с чайной палом. Нет, не стремно. Ну, стремно на самом деле. Но в эти моменты не думаешь об этом. Стремно, когда это все отправляют к тебе. Думаешь, господи, что здесь? Кто бестит на проекте? Есть. Людишки. Кого любишь? Никого. Себя немножко люблю. Остальных не люблю. Мне 21, спасибо.